Мама, где в морожке? Я в прямом эфире. Так, батя за рулем. Лялечка с нами. Куда мы едем? А, короче, сейчас один документ надо забрать, заехать куда? Потом еще документ подписать, а потом... Домой. А эти кофты сдавать не поедем? Сегодня хочешь? Да. Ну, можно. Привет из Абакана. Я думала, а сейчас это Аскабана. А то в детстве это Гарри Поттер узник Аскабан. Любимая часть была, читала постоянно. Ну, как в самом разу 3 прочитала. А вот. Погода просто... Шепчет. Шепчет. Когда дождик касается твоего ушка. Как малышка. Прекрасно. Привет. Привет. Ми... Киной. Давно... Кто это такая? Мактиной, может, Макиной. Мактиной мы дружим год. Маку я очень люблю. Если бы про Мактину нашел. Вот. У нас такая, как ребеночек. Мой ребеночек. Мой ребеночек. Они когда с Ловой приехали... В ПНЦ ко мне. И Женя говорит, эти приехали. Гномы. А они две маленькие. Такие. И вот их спереди идет, а они сзади плетутся. Реально. Два гномика. Свои или нет? Конечно же нет. Все накачанное. Нос сделан. Глаза. Уши. Хвост. Волосы. Все сделано. Привет из Сочи. Привет, жаркая Сочи. Как у вас там погода? Расскажите. Порадуйте нас. А, еще лап орехи надо взять. Только напомним. Да. Слушай, давай в избенку заедем. Я все-таки рыбу хочу отварить. Саша, ты же вчера рыбу ел. Каждый день. И сегодня хочу. А так каждый день мясо ем. Вы лучшие. Спасибо. Кто крестная будет у малыша? Да вот думаем. Кто крестная будет. Привет, Воронеж. Привет, Бурловка. Как там у вас тишина? Привет, Жодину. Привет. Отдыхать не собираетесь? Ну, слушайте. Дай Бог вам здоровья. Благодарим и вам. Ну вот, через месяца четыре будет. Дочке, наверное, поедем. Либо на Женьке днерождане поедем в декабре. Посмотрим. Опять же, что врачи скажут. Педиатр нам разрешит. Все хорошо, полите. Вот. Пока так. В планах не загадываем вообще. Пока так. Билами по воде. Но хотелось бы с малышкой нашей рвануть. Папки днерождения отмечать. А то у нас вечно папки днерождения какой-то дома. Тортик, что-то подарок подарили. Все стандартно. То ли телефон, да, каждый раз дарим тебе или что-то. Одежду какую-нибудь. А тут хочется как-то вот папки днерождения разнообразить. Хорошо выглядишь. Спасибо. Тебя такая красивая. Спасибо. А как вы думали? Если родила, засмоктанная, патлая, обрезанная маникюр. Не про меня история. То есть я даже мусор пойду выносить. Обязательно накрашу губы. Глаза подведу. Что-нибудь обязательно сделаю. Ну, потому что женщина. Понимаете? Женщина на той и должна быть. Как обезьянка. В Москве что, так сильно холодно? Да, еще и дождь идет. Три градуса. Три градуса тепла. Позавчера вообще чопало. Без снега пошел. Вот. Выкинь ту кепку. Я тебя отсюда выкину из эфира. Пиши отсюда. Митя видел сестричку. Ну, как он видит сестричку, если он живет в другой стране? Все не видел. Как приедет, сразу увидит. Родную руку свою. Саш, привет. Пожелай мне, пожалуйста, девочку. Девочку вам желаю. Доченьку. Через год уже с коляской ходили. Саш, передай привет. Вольмире. Привет сегодня. Грудью кормишь? Стараемся. А как же. Украине давно было. Давно было. Года два. Окажется, как будто недавно было в Киеве. Ездила к подружке своей Машке. Моей. Курточку брала. Посмотрите, в ленте я как-то выставляла. Я еще с животом. И ссылку оставляла. Потому что знаешь, что будет тебя спрашивать по миллион раз, а где брала, где брала. Поэтому да. Мать с героиней. Мать с героиней это я. что приглашает. Ты её ты покармливаешь смесь. Спит. Спит, спит. Сбит, спит. Наблюдай за мной. Она бы захотела. Она бы захотела. Она может час летать и болгать. Ба-ба-ба-ба. Ну, не в машине. Красотка, привет, спасибо. Женя, привет. Женя, тебе привет. Как будто не рожала, красотка, спасибо. А я так и думала, что так и будет. Просто отечность, это вообще не избежать во время беременности. Тем более, я, когда склонна к отечности. Единственное, над чем мне нужно поработать, это не скроют растяжки у меня по бокам пошли. А вот, на последних неделях просто у меня уже дотянулось там все. Уже никакие масла, ничего не спасало. Но, опять же, себя не мазала, ничего не наносила на живот. Я боюсь представить, чтобы со мной было бы. А вот, потому что я вот к растяжкам все-таки склонна. На днях покажу вам, может, сегодня-завтра. Крема, которыми я пользуюсь, просто обалденные. Во время беременности тоже я пользуюсь, обертывание. Просто вот вода из меня уходит до сих пор еще. После этих обертываний. Мы прям вот каждый вечер смотрим, у меня кости видны на ногах уже. Это прям вообще круто. До этого во время беременности я не знала, что такое кости. Потому что одна отечность была. Я вся такая, как ватная была. Вот, а сейчас постепенно, уже немножко осталось, чтобы дойти до своей формы. И через неделю хочу джинсы померить. Может, влезу. Вот. Все, иди, Саша. Ищи документы. А ты маме позвони, а она вынесет. Так не хочу идти. У меня дочь и два с половиной. Сночек сегодня два месяца. Поздравляем вас. Айфон у Сашки. Ну да. Какая марка телефона? Apple. Не задумывалась насчет няни. Ну, сейчас в таком возрасте мне няня не нужна ребенку. Вот, блядь, смешная. Вот. Но лучшая няня – это бабушка. Какая ты естественная, красивая, красивая. И мне пожел ребеночек. Ребеночек, мальчик. Женька скоро уйдет от тебя. Алиса какая-то там. К Алиски уйду, я так предполагаю. Ну, или Бом, или что-то. Вот к тебе, походу, попрет. К Алиски пойду. Очень хочу второго малыша, значит, будет. Привык к прическе Жени, да. Вот гады просто. Вот эти паблики, которые популярны, там, по 2 миллиона, по 3 миллиона, растащили это видео, Женька, украли. По 12 миллионов. По 12 миллионов какие-то паблики повыкладывали к себе. А нас даже ни разу не поотмечали. Вот воришки какие, бессовестные. Женина, мама, тоже у вас? Ну, была у нас, неделю помогала. Вообще просто. Это нереальное что-то было. И покушать и первое, и второе, и третье, и компоты, и десятое. И подметет, и помоет. Все прям. Так повручала мама очень сильно. Прям очень благодарна ей. Она уехала, мы прям это... Ну, я слезу проронила, потому что и скучать будем, и тяжело самой. Ну, сейчас уже нормально, потому что мне Женька еще помогает. Жень, идет новая прическа. Ну, да. Алло. Приседик. У меня трое детишек, я очень счастлива. Прекрасно. Ну, я иногда задумываюсь о втором, о втором ребенке. Но тут с одним бы справиться, знаете, что второго сразу. Ну, круто, конечно, погодки, это прям вообще круто. Ну, блин. Здоровья не хватит. И нерв. Да нет, здоровья хватит, просто жилищные условия пока не позволяют. У нас ту комнатная квартира, куда четыре человека? Ну, да, это обязательно должна быть, наверное, четырехкомнатная квартира. Четыре человека и две собаки, это что такое вообще? Это дом нужен, не знаю, для четырехкомнатной квартиры. Ничего это рожать не это. Папка купит. Папка купит. Погодите, тяжеловато. Это я об этом же, да. Просто, не знаю, либо вот свою малушку обратно в живот запихать. Алло. Я хочу с животом ходить иногда. Мамуль, сможете, привет. Потому что никаких проблем, ничего не знаешь. Пуса. Прям вообще такая легкость. А, вы на Изваре на сегодня? А дома ездят? Уже там так за вас рады. О, Вилл-Ротон, да привет. Докольно, ладно. Это наше место, где у нас свадьба была. Это самое крутишее место в Москве, где проходят свадьбы. Че? На Изваре. Че, куда сейчас? Ладно, поедем без этой справки. Как я там, можно, договорюсь. Ну да. Вилл-Ротон, да? Да. Прекрасная семья, счастья вам, спасибо. Мы сразу бегут туда. Короче, хочется... Золотую? Какую? Золотую. Да. Вот, знаете, просто вот хочется еще второго ребенка. Ну вот я же говорю, вот с одним бы справиться. Вот. Для здоровья еще рановато. Ну просто вот свою вот сейчас, да, кукурузку, я бы спрятала опять в животик, и пусть она там сидит и не вылазит. И там хорошо, тепленько. Я не переживаю. Ну вот, но беременность, конечно, в последние месяцы уже тяжеловато было долго ходить, отеки. Вот. Прям тяжеловато было, нескрою. Красивых родителей, красивые детки, однозначно. Блин, шаурму хочу. Бое. А че, или бургер там съем, да, лучше? Лучше там бургер съешь. Короче, меня Женька любит эти... Шаурму? У дороги, на трассах шаурму брать. Обожаю. Почему кукурузку? Ну, не знаю, она у нас кукурузка такая. Как мило, да. Велоратонда. Блин, надо заехать, как-нибудь просто погулять. Велоратонда, посмотрите, как-то. А кто Саша любишь? А я не знаю. Ну, Саша, наверное. Привет ему большой. Давай. Ага, привет. Просто велоратонда, это для меня место. Я представляю, если я заеду туда, у меня же сердце будет выворачиваться. У нас там свадьба. Ой, сейчас забыли. А у меня карман. Я еще свадьбу хочу. У кого что выворачиваться, да? Не, ну такую свадьбу, вот, на которой у нас была, я бы, конечно, не хотел бы. В том плане большую. А вот улететь с тобой куда-то. Ну, вторую свадьбу мы же хотели сделать. Ну, хотели. Я думаю, в другую страну с тобой улететь. Да, да. Улететь там. Взять мам наши. Это было бы круто. Ну, вот как вот эта, знаете, там, доминиканская история какая-то, что-то такое. Да, в Азию, в Азию. Какие, может быть, Азия какая-то. Так, угрозка должна увидеть, где ее родители женились, однозначно. Погода, блин, погода, блин, еще такая мрачная. Митя говорит, что папа Женя звонит раз в месяц. Это правда. Раз в неделю. Это вранье, это ложь, и кто вообще такое сказал, мне просто интересно. Чухню не несите, Митя на видео говорит, что папа, папа каждую неделю звонит своему ребеночку и думает о нем всегда. И поэтому, пожалуйста, давайте без вот этих вопросов. И на моей странице это вообще никого не должно касаться. Сарафанное радио. Кто кому что звонит. Как собаки. И что говорит. Это никого не касается. С кем малышка? С нами едет в дороге. Достойная семья. Вспитывайте хорошего человечка. Счастья вам. Спасибо большое. Дочь, поведете на Сейшелла. Да вот завтра билеты возьмем, да? Я не люблю Сейшелла. Саша любит, я вообще их ненавижу. А я обожаю. Там делать вообще нечего. Как туристу скукотеть такая же просто. Да блевать не. Ни развлечений, ни животных. Не знаю, я очень Сейшелла люблю. Для меня это вообще. Особенно океан какой чистый. Песок какой мягкий. Алимпийский может также в Таиланд полететь. И на Бали можно. Спасибо, Виллоратонда. Спасибо за пожелание. Виллоратонды какие-то слова теплые написали. Какие вы классные. Так вас полюбили. Дай бог вам крепкий щит от всех злых языков. Публичные люди это большой труд. Спасибо большое. Спасибо. Они сколько нам помогли и сколько сделали. Да, Виллоратонды вообще нас так выручили со свадьбой. Так помогли, все организовали. Круто. А еда какая там вкусная была. Мы, правда, мало попробовали. Но все гости говорят, что это очень вкусно. Я вообще ничего не попробовал. Я нажрался как-то так весны. Ну, вы сами понимаете, да, когда ты жених и невеста, тебе как-то не до еды. Да, волнуешься, стрессов. Ну, конечно, ты из деревни, тебе сишел за радость. Я из деревни. Хорошо. Пусть я буду из деревни. Женя, ваш красавчик. Грамотное поделу отвечает. Счастья вам, ваши доченьки. Благодарим. Когда будете крестить ребенка? Скоро. К сожалению, у нас не получается на 40-й день крестить. Мы будем крестить в декабре. Приедет наш отец Валерий. Это мой родной дядя. Он священник в православной церкви. Он будет крестить. У нас все получается. Почему у нас не получается? Потому что отца Валерия не получается. Да, но покрестить мы можем. Просто мы доверяем отцу Валерию. Да, у нас просто мой дядя родной, он у меня священник. Он за ним молится, за дочку нашу всегда. И за наш род, за нашу семью всегда. И вот, только ему доверяем. Я сыночка публик называю. Вот как мило. Дядя Валерия доверяем, мы получим, но все, больше никому. Поэтому отец Валерия, мой дядя Валера будет престить нашу дочку. Кукруску куда-то. Ёрнышко наше. Не обижай Женю. Что значит, не обижай Женю? Кукруска сошли, что пахнет без тебя. Живот пришел в фон, приходит. Сегодня, кстати, поменяла корсет. Вот, корсет другой фирмы взяла, другого производителя. Потому что тут я уже истаскала, и износила. Не, ну тот дешманский был. Какой тот дешманский? Трисмент тысяч я имею. Пискал, пять тысяч тут стоил. Ну, это я так сказал, близ половины. Вот. И тот тоже хороший был. Я его истаскала уже. Вот я снова взяла, потом покажу. Ребят, я десять лет отыграл в театре. И я знаю, что там были костюмерные костюмы. И вот у нас там были корсеты. И вот их надо было зацепить на 30 крючков. Вот у Саши сейчас корсет, как в 18 веке. Там 17 крючков. 17 крючков. А ты считал, что ли? А, посчитал. Это теперь моя жена, она как графиня. Каждое утро я должен вот это все зацепить. Сейчас я вот здесь всегда графиня. Сегодня у меня на завтрак был творог с сахарком, чай с молоком. Сегодня у меня только графический завтрак был. Здравствуйте, здравствуйте. 3500 за корсет эти шманские. Ну, я не знаю, он так сказал. Я имею в виду, что все познается в сравнении. По сравнению с тем корсетом, который сегодня Саша пришел. Тешманские. А так, конечно, дорогой переспонд. Тысяча за корсет это дорого, я считаю. Я в сравнении, ребят. Не пытайтесь зацепиться за слова. Подскользуйтесь и обоснуйтесь. Боли есть, но боли внизу живота немножко есть еще. Но такие вот, когда девочку нашу беру на живот, кладу, и она ножками пинается, мне больно потом очень. Я потом уже начинаю нервничать и кладу ее обратно в кроватку свою. Ну, сколько там, девятнадцатого родила, то еще боли могут присутствовать. Ну, так, тянет, это нормально. Вот, но они такие незначительные, что я могу все делать и приседать и, ну, все, короче, могу делать. То есть, каких-то конкретных жестких ограничений в движении нет. Привет, мать. Привет, бать. Очень красивая пара, доченька будет тоже красотка, сто процентов. Ой, с каждым днем ресницы становятся все гучее. Ой, хоть бы папины ресницы были. У меня тоже не маленькие ресницы, но вот у папы нашего вообще ресницы нереальные. Я просто считаю, что у девочки должны быть красивые ресницы. Вот это я не знаю почему. Вот так, может, предрассудки мои, но... Потому что у тебя длинные, красивые. У меня, Женя, когда познакомился с мамой моей, она сразу обратила внимание, какие у него длинные, красивые ресницы. Она говорит, я такого вообще не видела, что у мальчика такие реснички были длинные, красивые. Все рожают и не ноют. Я очень рада за всех, что все рожают и все не ноют. Я очень рада. Всегда будут тянуть у меня два кесарева. Да нет, почему всегда? Не всегда будут тянуть. Может, это у вас так, потому что я впервые слышу, что... Постоянно, может быть, у вас там осложнение или что-то такое. Просто... Это ненормально. Водичку даете, малышки? Нет, она на грудном вскармливании, поэтому водичка не нужна. Вот, если она будет на... Искусственном вскармливании, тогда водичка нужна. Я тоже не запиваю, кстати. У нас это семейная задача. Не нужна нам вода. Как быстро осень пришла. Это просто обожаю осень. Но только на солнце светит. Это злая ужас. Хорошо, конечно, отсюда. Чтобы злости-то этого не было. От кесарева планового шов вообще не заметим. Хватит пускать слухи, что кесарева. Это ужасно. Ну, только у меня не плановая была. У меня просто... Дочь решила в конце... Хватит стараться. Тужиться. Решила остановиться. И вообще отвернулась. Вот, отвернулась в другую сторону. И типа это давайте, доставайте меня. Особое приглашение ей надо было, понимаете? Ошибаешься немного, вода надо. Ой, девочки, хватит. Я не ошибаюсь. У меня своя политика воспитания, своя политика кормления и все остальное. Поэтому тут вот рассказывают, что я ошибаюсь. Это я могу тебе сказать то же самое, что ты ошибаешься. Потому что Комаровский сказал, что когда ты на грудном вскармливаешь, вода не нужна. В молоке все есть. Да и дело не в этом. Вот. Поэтому и ты мне можешь сказать, что я ошибаюсь. Ну, это, короче, дело индивидуальное. Поэтому тут сказать, что я ошибаюсь, это неправильно. Это не самое страшное. Тут пупки по дереву закапывают. Да, что хорошо училась, девочки. К воде прицепилась. У нас вот друзья есть, которые вообще прививки не делали. Вторые друзья у нас есть. Вообще ребенок ни разу мясо не ел, вегетарианцы они. Поэтому, ребят, каждый воспитывает, как считает, правильным и нужным. Лишь бы не болел, как говорится. Да. Она не злая, просто не прогибается под вас. А что делает? О, это хорошее мнение, кстати. Душа, то и дело. Все правильно, кстати. Подпишись на эту девочку, молодец. Нет, все правильно сказала, девчонка. Первый раз я, кстати, услышал нормальное мнение. А ну, подпишись. Просто многие хотят, чтобы я была такой, какой они хотят. Но такого не бывает в мире. Пусть номер карты скинет. Я ей 500 рублей. А ну, скидывай, давай. Давай номер карты скинь ей 500 рублей. Директ. Прямо крутое мнение, мне понравилось. И это. Просто вот единицы понимают, да, и остальные не понимают меня. Это нормально, в этом страшно ничего нет. Просто не надо навязывать то, что вы хотите. Такого в жизни не будет, правда. Директ пусть тебе скинет. Я потом переведу. Леха, хреновый парень, хреновый парень. Обманщиком оказался. Какая разница, что за... Вода не нужна. Шлите всех на три буквы. Хорошо. Так, но это не тянет на 500 рублей. Саша, ответьте, пожалуйста. Есть ли ревность к Мите, когда свою родили? Ты же, серьезно, что ли? В смысле, как к Мите ревность? Мне тоже интересно. Я не могу пахнуть. То есть, ревнует ли Саша к тому, что у меня есть уже ребенок? Что за глупость? Я 5 лет живу с мужчиной, у которого есть ребенок. Ну и что? Ну, это нормально. Что? Дядь, не ревнуют, а на Мите как своего. Ну, как вообще ревновать. Это отношение, как брать с сестрой они у нас. Ну, у нас, да. То есть, у меня нет такого, что я там как... Да, понятно. Как брать с сестрой. Да, вот как брать с сестрой. Но я младшая сестра. Я всегда говорила, что им интересно вдвоем, потому что... Не, а сейчас не прикольно. Там какие-то, не знаю, фантики собрать, в приставку поиграть. То есть, погулять, побегать, попрыгать. По батутам, я помню, когда-то занырнули. Ну, прям... Ну, мне нравится, короче, что Митя к ним проводится. Мы всегда рады его дома видеть. Митя, очень красивый мальчик. Очень красивый, конечно, потому что папа красивый. Сохрани эфир, пожалуйста. Окей. Привет, Екатеринбург. Очень классно, я люблю вас. Спасибо. Да, уже почти пять лет мы же... Аж вообще не верится. Так быстро пролетели эти года. И столько всего пройдено, столько всего пережито. А для меня, наоборот, Витя остановилась. Все замерло. Да? Да. Что ты чешешь, блин? Да, у меня я часа. Сколько раз в день гулять из дочери? Один-два раза. Но мы как? Гуляем, допустим, там вышли. Можем два раза погулять, да? Вышли на 15-20 минуты, вечером еще там на 15-20 минут. Ночью, да, ночью. Выходить часов в один, чтобы людей не было, собак. Тихонько, спокойненько так все. Вот, собак вывалили. Котишки за ними собрали. Выкинули. Котишки, да, кстати. Собирайте говно за собой. Потому что дети бегают, потом наступают. А некоторые еще и жрут, подбирают. Думают, что это конфет. Ну да. Школа одна. Как я в детстве. Грызанул? Ну, грызанул. Котишок. Хотя я думал, что это Барбариса. Привет, Омск. Дорогая, сохрани эфир. Окей. Сашуль, я тебя обожаю. Но я пошла есть на ночь бутерброд. Правда, правильно. Привет, Саша. Оставайся всегда такой прекрасный. Ты супер. Спасибо. Она не наглая. Она дерзкая. Имеет свое мнение. Люди хотят навязать. А тут, упс, я садил. Спасибо. Ладно, ладно. 200 рублей. Саша, всего тебе самого лучшего. Спасибо вам большое. Столько пожеланий. Приятного тебе. Омочки, мы тоже с вами письками убираем. Привет из Краматорска. Привет. Так, все, мы уже подъезжаем? Мы еще не подъезжаем, что мы говорим. А, вот. Потом все буду в эфир. Пообщаюсь. Спасибо.